Здравствуйте! Вы смотрите программу «Событий». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Центральный военный округ проводит полномасштабные учения. На марш-броске мотострелки, танкисты и артиллеристы. От Волги до Иртыша в поход ушли волжские казаки. Дорогами атамана Ермака. Угнать за 8 минут. Почтальон ворует велосипеды из подъездов. Масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений Центрального военного округа проходит в Оренбургской, Самарской и Пензенской областях. Это первый раз в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Учения продлятся неделю. В них участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих и более 3 тысяч единиц техники. Личный состав уже отработал все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности. И сегодня совершает многокилометровые марши в назначенные районы на разных полигонах, где пройдут учения согласно специфике подразделений. Дом, который не построили для самарских пожарных. Заведено уголовное дело. Фигурант – фирма, выигравшая подряд на строительство жилья для сотрудников МЧС. Здание в районе улицы Дебенко и Печорской по условиям госконтракта должно быть сдано еще три года назад. Сейчас там только огражденный пустырь. Об этом заявил на пресс-конференции начальник ГУМЧС России по Самарской области Олег Бойко. По словам генерала, в декабре функции заказчика объекта перешли к главному управлению. Когда было обнаружено, что стройка даже не начиналась, завели уголовное дело. Ущерб только предстоит подсчитать. На строительство девятиэтажки на 80 квартир, компания, которая не справилась со своими обязательствами, перечислили 140 миллионов рублей. Одна из задач сейчас вернуть деньги от компании, потому что она может войти в процедуру банкротства. Тем более, зная, что они строили не на нашей территории. И мы предполагаем, что, возможно, была построена какая-то система пирамиды. На одной территории строят, берут деньги, на другой территории достраивают. И такие случаи имелись с другими компаниями. Поэтому мы на сегодняшний момент, главное управление наше, одно из первых добилось того, что результатом претензионной работы стало возбуждение уголовного дела. Совершил кражу и стал звездой интернета в сети. Появилось видео, на котором изображен сам морский похититель велосипеда. Неизвестный вошел в подъезд 87-го дома на улице Георгия Димитрова. В руках у него была сумка с инструментами. Судя по всему, мужчина подготовился к краже заранее и шел в дом с определенной целью, поскольку на похищение ему понадобилось всего 8 минут. При том, что велосипед был на шестом этаже на замке. Владелец двухколесного, как и его соседи по дому, заявили, что не знают похитителя. Но при этом у мужчины был ключ от подъезда. По словам уборщицы, человек очень похож на почтальона, который разносит рекламные буклеты. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Выяснилось, что это не первая кража велосипедов в доме. Проводится проверка. Полиция просит откликнуться тех, кто узнал человека на видео. И тебя посчитают. Единый реестр граждан появится в России к 25-му году. Работа по его созданию уже ведется символично, что ноу-хау задумано к столетию со дня создания системы ЗАГС. По замыслу, информационный ресурс будет содержать подробные сведения о каждом жителе Российской Федерации. Прежде всего, это поможет увеличить скорость и улучшить качество предоставления муниципальных и госуслуг. Гражданину уже не придется постоянно предоставлять сведения об изменении тех или иных событий в его жизни сотрудникам ЗАГСа, чтобы получить нужную справку. Вся информация будет находиться в электронном формате и позволит охватить период вплоть до 1926 года. Граждане сейчас очень большое значение придают своему составлению родословному древу. То есть появится возможность найти необходимую запись, которая находится, может быть, в каком-то неизвестном для него месте. И это будет позволительно. И, опять же, это будет только являться таким определенным удобством для гражданина. Сейчас на сохранении в ЗАГС Самарской области в бумажном виде находится 11 миллионов актов гражданского состояния. Все эти сведения в ближайшие 8 лет переведут в электронный вид. Пока обилие бумаг не позволяет ввести некоторую статистику. К примеру, нет точной статистики разводов. Зато известно, что впервые за 5 лет в Самарской области количество заключенных браков выросло на 5%. Зато сокращается рождаемость. Эта тенденция характерна не только для губернии, но и для всего Приволжского федерального округа, а также для Москвы и Санкт-Петербурга. В Самаре эта цифра снизилась на 14%. На первенцев решаются реже. Зато вторые и третьи дети в современных семьях появляются чаще. От Волги до Иртыша. На лошадях, как это делали наши далекие предки, из Самары стартовал конный поход дорогами Атамана-Ярмака. Цель путешествия культурно-историческая. Напомнить жителям о событиях, которые в конце 16 века имели принципиальное политическое значение. Нынешний поход получил поддержку на федеральном уровне и у церкви. Они заново отправляются покорять Сибирь под российским трехцветным флагом и в славных традициях Волжского казачьего войска. В площади Славы в Самаре стартовал конный поход дорогами Атамана-Ярмака, посвященный памяти знаменитого предводителя казаков. Финальная точка – поселок Вагай Тюменской области. Экспедиция получила поддержку федерального агентства по делам национальности и благословения церкви в лице протеереи и путешественника Федора Конюхова. Путь предстоит непростой, реально, хочу сказать, он тяжелый, потому что это разные географически выстроен маршрут, потому что пройдем по многим регионам, это и по Волжье, это и Урал, это Сибирь. Дорогами Атамана-Ярмака Тимофеевича отправляются 55 представителей Волжского войскового казачьего общества. Лошадей всего 25, их на торжественную церемонию старта не допустили, все-таки это главная площадь губернии. Плюс 15 машин, сегодня они 16 век, и есть возможность технически облегчить дорогу. Путешествие Ермака стало первым шагом к освоению сибирских территорий. Сегодня значение похода культурно-историческое. Казаки отправляются в путь протяженностью более 3,5 тысяч километров. Безусловно, вот этот поход Атамана-Ярмака, он способствовал присоединению Сибири к русским землям, землям русского государства. На границах российского государства было тогда неспокойно, и как раз таки, чтобы навести порядок, привести колеблющиеся племена, земли под эгиду русской государственности, и был предпринят этот поход. Это уже второй этап похода. Первый водный состоялся в июне. Самарские казаки на Стругах прошли 180 километров по рекам Волга и Уса и финишировали на Грушинском фестивале. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. С сегодняшнего дня самарским водителям за парковку на газоне предстоит заплатить существенно больше, чем раньше. 27 июля вступили в силу поправки в региональный закон, который предусматривает новые штрафы. Теперь за парковку на детских и спортплощадках, газонах, пляжах, береговых линиях, скверах и арках, а также на территориях общего пользования, если это мешает механизированной уборке, вывозу снега и мусора, предусмотрена санкция в 2000 рублей. Однако такую сумму будут платить только физические лица. Должностные до 6, юридические от 5 до 10 тысяч рублей. За повторное нарушение автомобилистам придется отдать в два раза больше. Далее коротко о других событиях дня. С начала сезона в Самарской области от укусов клещей пострадали более 4,5 тысяч человек. Против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано почти в два раза больше. Для предупреждения заражения в Самарской области ежегодно обрабатывают территории высокого риска. Это парки, скверы, участки леса, прилегающие к населенным пунктам, летние лагеря и турбазы. В Самарской области задержали злоумышленника, организовавшего торговлю нелегальным алкоголем. У 41-летнего мужчины изъяли 150 литров контрафактного коньяка. Сотрудники полиции договорились с недобросовестным торговцем о покупке спиртного. Недалеко от железнодорожной платформы «Ягодная», где была назначена встреча, бойцы ОМОН Росгвардии организовали засаду и задержали торговца сразу же, как он стал выгружать алкоголь. У него обнаружили 300 бутылок со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра. На емкостях значилась маркировка одного из коньячных заводов. За долг по алиментам в 263 тысячи рублей женщину в Самаре отправили на обязательные работы. Деньги нерадивая мать отказывалась выплачивать на содержание дочери. И по данным приставов, вела моральный образ жизни, не обращая внимания на предупреждение. В итоге на нее составили административный протокол. Суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ. Если женщина и дальше не будет платить алименты, то ей грозит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. К выходным воздух в Самарской области прогреется до 34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу 28 июля. При этом в регионе сохраняется высокая пожароопасность лесов 4 класс. Особое распоряжение продлится до 1 августа в большинстве районов Самарской области. МЧС напоминает о необходимости соблюдать особую осторожность в обращении с огнем и легковоспламеняющимися материалами. Самарцев приглашают написать про выдающихся жителей региона в Википедии. Регион принимает участие во всероссийском проекте «Виртуальный фронт». Будет написано 10 тысяч статей про героев своего края на популярный информационный ресурс. В Самарской области сейчас идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страна в целом. В команду может войти любой желающий. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Они захватили мир. Новой популярной игрушкой этого лета спиннерами заинтересовался Роспотребнадзор. Самара готовится к новому учебному году. Глава города проверил, как идет строительство трех школ. Новое место для прогулок в порядок приводит улицу Ташкентская. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин